Сложные трассы, волнения, сильные и уверенные соперники. Сегодня в легкоатлетическом манеже имени Николая Булакина на скалодроме настоящие спортивные баталии. Впервые в столицах Акасии принимают масштабные соревнования. Первенство СФО по скалолазанию. Порядка полутысячи спортсменов приехали за победой и путевкой на чемпионаты первенства России. Чемпионаты первенства Сибирского федерального округа – это очень крупные соревнования. Эти соревнования очень почетно принимать, а для нас это вдвойне важно, потому что наш скалодром, он введен в эксплуатацию в этом году, вместе с вводом легкоатлетического манежа введенный скалодром. И для нас это первые крупные соревнования такого уровня. И надеюсь, что эти соревнования будут постоянными и со временем может и чемпионат, и первенство Российской Федерации мы примем. Но эти соревнования для нас сейчас очень важны, потому что это первое крупное соревнование, очень большой и представительный состав команд участников. Участников ждут три испытания. На трудность, скорость и лазание без страховки. На прохождение каждого дается лишь одна попытка – сорвался, проиграл или уступил сопернику в баллах. Гости соревнований признаются, волнуются, трасса незнакомая, да и соперники, видно, подготовлены серьезно. Ну, я думаю, вот первую вот это вот получится, а вторую, я думаю, нет. Вторую переживаешь немного, да? Почему? Ну, она выглядит сложной, там мало зацепок, которые прям удобно брать. Сложная очень. Чем сложная? Ну, можно было, конечно, я руку неправильно поставила, так бы, если правильно руку поставила, могла бы и вылезти ее. А у тебя как успех? Ну, мне все понравилось. Соревнования были даже не трудные, а какие-то страшные, может быть, чуть-чуть. Переволновалась. Переволновалась, но у тебя получилось? Ну, да, почти. В десятку должна войти, в двадцатку должна попасть. Лез, 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 а под конец устал, из-за этого сорвалась. Соревнования продлятся до 19 ноября. Лучшие отправятся на чемпионат уровнем выше представлять свой регион на первенстве России. Ксения Майер, Артем Амзараков, Новости.